Наше жилье снаружи. Окно, балкон и последнее окно. Дальше идет балкон хозяйки, у нас на него нет выхода. Это наша дверь. Казалось бы, обыкновенная дверь, но если зайти внутрь, можно увидеть нечто интересное. А вот и это интересное. Тут тоненькая-тоненькая фанерка. Поэтому у нас в салоне зимой доходило до 4 градусов тепла. Так же, как и в ванной. О, какие красивые щели. Так что шикарно, просто шикарно. Хозяйка не хочет вкладывать вообще ни копеечки. Снизу и сверху дырки, там сверху не видно сейчас. Но там очень большая щель, там свет проникает в нее. Ну-ка посмотрим. Не, по-моему, не видно. Не, видно чуть-чуть. Хозяйка вкладывать деньги совершенно не хочет. Мы как бы заставили ее заплатить нам за окно в ванну и окно в спальню. И она сказала, больше ни за что платить не будет. Мы решили, что для нас, чем переезд очередной и, скажем, поиск квартиры новой, в общем-то, стресс и для нас, и для детей, и много вещей. В общем, перевозить, и в деньги попадаешь, и счетчики переносить. Короче говоря, мы решили, что нам чуть-чуть дешевле будет поставить новый термокамин. Поставив термокамин, мы выиграем то, что у нас здесь есть батареи. Надеемся, конечно, что они работают. И сможем отапливать квартиру не только с туфой, которая в середине комнаты там стоит одна, единственная. Ну и все батареи у нас будут греть. Плюс рассчитывается на то, что мы сможем провести трубы в ванную, и у нас будет горячая вода тоже на вот этом термокамине. Киш, пчелка, киш. Диана! Наш мини-балкончик. Тут мы сушим вещи на длинной веревочке и на этом желтом. А вот так вот, какие нюансы старых хат. Дерево, я не знаю, лет уже 50, что ли, с ней не больше. Доски такие трухлявые, что через них все растет. О, какая красота. Все шатается, растет, отваливается. А новое стоит ого-го. И хозяйка тратить деньги не хочет. Класс. Вот это я называю домашнее растение. Нет. Нет. Что будешь делать? Нет. Прикручу до этой рамы эту раму. А я тебе прикрутишь? Через дырки. Сделаю дырки и большим шурупом. Ты дырки не сделаешь тут в циклопакет? Нет. В циклопакетах нет. А в раме то нет ничего. Вам это типа кусок пластика. А я типа снимаю. Это просто рано. Ну что, процессор? Нарешті. Ну чекаюсь. Что буду купаться в тепле. Эй, полотенце убережно. Мы сейчас все еще раз снимаем. И эту подставку и все еще раз снимаем. Вы же просто начали до того, как... Нет, мне только дырки. Ты не снимай, да ты дай. Куда оно выпадет? Да, оно закрит. Оно закрит. Ну, покрути куда-то. Ну. Чекай секундочку. Там еще тут шланг требует. А хай будет крутой шланг. По сторону оно открывается. Ну вообще. Типа еще так, или в артнер. Вот. Ты будешь чуть-чуть не влазить. Потому что там то расширяется. И мы сейчас с Ташем чуть-чуть... Это и фигни. Это вот типа пив с... Объясняю, почему мы виняем ванное окно. Потому что оно было вот такое вот. И при ветре вот. Именно вот так вот открывалось, продувало. Например, вот это кухонное. Не знаю, сколько ему тут лет. Но оно протекало вот отсюда. Где муж заклеил все силиконом. Кусочки белого силикона. По всему периметру. Потому что... Вон как промокло. Вот так вот. Затекало всю зиму. Даже полоски остались. Еще подтеки. Немножко. Муравьи залезали, как только тепло началось. То есть это вот все дерево. Оно настолько трухлявое, что... Мы как бы заказали окно. А хозяйка потом уперлась, что... Ну нельзя здесь... Мы хотели дверь поставить. Нельзя, сказала. Надо только окно. Поэтому... Ждем сейчас окно, которое придет. Немножко флексом подравниваю. Чтобы... Вставить сейчас пластиковое окно в ванную. Потом идет... Еще одну поставим нам в спальню. Чтобы нам не холодно было. Потому что той зимой у нас было 10 градусов. Даже при том, что мы отапливали дровами печку. О, это уже в кимнату в окно. В комнату у нас в окошко. А ванну уже сделали. Идем смотреть Дианка. Идем. Тут, конечно, мусора наделали, хлопцы. Даже стены вон. Хорошо. Сверлите. Вау. Класс. Осталось обрезать лишние куски пенки. И у нас, наконец-то, тепло. Потому что на улице уже достаточно холодно. И в помещении стало 18 градусов иногда. А то и 17. Конечно, мы здесь придется долго и нудно. Все белое. Все в пыли. Ну, у нас окно. Ура! Ура, 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 наконец-то. Как бы так его... Потом попробую его открывать. И оно должно и вверх открываться, и вбок. Ура! У нас тепло будет ванной. Уже тепло чувствуется. Молоток. Я включаю камеру и ты говоришь молоток. Ну нормально. Молоток. Сейчас там ставить кухню. Что он там не переделал. Диана, не пиши. Молоток. 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 У тебя твоя кошка. Вот это окно мы будем менять. Тоже система такая, что продувает. Мы засовывали стекловату и закрывали скотчем, силиконом. Чем только не закрывали. До оранжевого. Там до дерева, до этого. А тут до мрамора. Ты не поспалил? Нет. Мне так удобно все было просто. Я тебя понял. Ну все. А не знилось? Я вырежу, не смейтесь дальше. Ну я теперь понял. Мне так было удобно все. Стекловату. Ну может померите, если хочешь? Я обожаю. Все понял, все не имеет смысла? Нет. Единственное, что вы видите, оно сгруживается. А чем все проблема? Бачкинка тут сгружается. Ты не туда дивишься, оно сгружается. У тебя как можно все равно больше. А я хоть стреляю. Ой! Ветром открывается сквозняком. Там стекловату засовывали. Тут скотчем заклеивали, потому что дует нереально с этого окна. Вот. Здесь я ставила стекловату. Большой толстый слой, потому что это было просто тоненькой фанеркой все. Сверху кулечек. И оно хотя бы держало немножечко тепло. Все заклеено было скотчем, вон поролоном. Здесь тоже все было проклеено. И все равно очень сильно задувало. У нас еле-еле 10 градусов было. В соседней комнате было 15, но там балкон просто чуть продувал. Там даже теплее было. А сюда тепло вообще не заходило. Хотя вроде бы дверь неплохая. Пропускать должна была тепло. Сейчас будем менять. Ура! У нас тепло будет хотя бы с одной стороны. Да, снимает. А ну не старый. Ну что ты не хочешь? Ну может она уже не хочет. Хочешь, а ну ням. Ням, Дяночка. Просто по телефону говори, она захотела. Ням. Папа у нас тоже век кормите. Сложечки. Давай. Давай. Она просто уже хочет поплакать. Ну капризуется. Стоп. Наилочка значит. Стоп. Попробуй. Мама. А ты-то такие сказки папе рассказывала. Что это вообще? Ты папина. Ты такая папина. Монстрики параллельно сходят с ума. Им тоже скучно. Бедным малышам. Они же не знают, чем себя занять. Одна кофта играется маминой, вторая шариком. Мама собрала все игрушки в кучку и не дает играться. Чтобы мы их не раскидали. Потому что дурдом на полу ребята ходят в грязной обуви. Потому что они там отпиливали кусок пластмассы. И эту пластмассу разнесли по всем комнатам с ванной. Поэтому не пускаю на грязный пол девчонок. Да, девчонки? Там мамы куча мытья полов будет сегодня. Пылесосенье. Уборки. И потом только шпач. А еще мы дяди Вите отложим немножко обуви для его доченьки. Маленькой. У нас как раз год разницы. Поэтому нам по сезону как раз все одежка наша идет малышке его. Да, малышки? В общем пытаюсь отмыть. Витя уже немножко обрезал пенку. Осталось ее немножко там в кое-каких местах. А я теперь вот это вот буду отмывать. Потому что они подрезали пластмассовую часть окна. Тут такой запах был, что вид конечно еще лучше. Душ уже протер вот сверху. Где намывальник уже помыт. Полочка с зубными щетками. Которая будет прикидывать. Будем дальше. Музыка. 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 Чисто. Вот. Большие перерывы получились. Потому что маленькие пусечки все-таки еще на грудном скармливании. поэтому отвлекалась раз покормить второй раз покормить ну в общем здесь ко всему можно уже рукой прикоснуться хотя бы это бутылочки которые моющими средствами сполоснула оставила сорвать чистенько здесь еще не промыла потому что сейчас буду мыть пол в салоне потому что ребята ходили в комнаты в спальне кухню они везде ходили тряпка все равно будет полоскаться в этом умывальнике поэтому хотя бы можно посмотреть что это ванна ну и любимое окно завтра будем проверять как она открывается